Вызывает грусть и тоску, когда я наблюдаю за некоторыми движениями Игоря Додона, с которым тоже были нормальные отношения. Вы поймите, у нас все конфликты с Додоном, которые были, я же его никогда не критиковал за его политическую повестку, за то, что у него не та команда или не те люди, за то, что плохо, что он решил проблему мигрантов. Мы вместе с ним занимались проблемой экспорта. Он привез в Бельце один КАМАЗ от Путина, как он говорит, я привез два от Собянина. У нас все разногласия были только из-за того, что он очень долго выбирался из-под прямого, и в прямом, и в переносном смысле слова, контроля Плохотнюка. Я его критиковал только за сотрудничество с Плохотнюком. Посмотрите, все мои лайвы за три года и четыре, ни разу не было критики в адрес Додона. Потом вас обвинили в сотрудничестве с Плохотнюком и в том, что вы с ним торговались, чтобы вернуться в страну. Правильно. Но вы поймите, меня в сотрудничестве с Плохотнюком обвиняют с 2014 года, но от этого всегда выигрывает только партия социалистов. Потому что в 2014 году в год усатый приехал в страну новый проект Плохотнюка. За счет этого партия социалистов получила 25 мандатов в парламенте, которых она бы просто не получила. Потому что наша партия, тогда мы были по списку патрио, была лидером гонки. В 2016 году, согласно всем опросам, я был на первом месте, Додон отставал меня в два раза. Я имею в виду, касаемо президентских выборов. Раз, решили с возрастом. Да, это правда. Если бы я договорился с Плохотнюком, потому что Плохотнюк как бы говорил, слушай, вас двое не может быть. Это Плохотнюк мне говорил, когда мы, это была наша последняя встреча, летом 2016 года, где он говорит, слушай, Игорь послушный, с ним там не будет никаких проблем. То есть он вам лично сказал, что Игорь послушный? Да, он и мне это говорил.